Крещение в Любовь. Еще более точно, Крещение в Любовь Отца. Давайте мы откроем первое место. Евангелие от Матфея, третья глава. С первого стиха. От первый стих. Мы читаем. В те дни приходят Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Защото този беше за когото се е говорил чрез пророк Исаия, който казва глас на един, който вика в пустынето, приготовьте пътя на Господа, прави направите пътеките за Него. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжа волоса и пояс кожен на чреслах своих, а пищевая боли акриды и дикий мед. А тоя Иоанн носаше облекло от каминска козина и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся крестность Иорданская выходили к Нему. Тогава излизаха при Него Иерусалим, цяла Иудея и цялата Иорданска околност. Крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. И се крещаваха от Него в реката Иордан, като исповедаха греховете си. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущи к Нему крестица, сказал им, «Порождение Ихидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И последний стих. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущи за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Аз ви крещавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, е посилен от мене, комуто не съм достоин да поднеса обувщата, той ще ви крести с Светия Дух и засоган. Скажи Аминь. Скажете Аминь. Слава нашему Господу. Слава на нашия Господь. И сегодня, основная тема сегодня взята – крещение. Библия описывается несколько крещений. Ну, как минимум, три крещения описаны точно. И что это? Это водное крещение. Мы прочитали, оно сочетается с глубоким покаянием, с принесением плода праведности, доброго плода. Второе крещение – это крещение Святым Духом. Крещение в силу. Крещение во второй главе описывается, как сила придет на вас. И вы примете силу, чтобы противостоять всякому злу. И третье крещение, которое описывается, это крещение огнем. Апостол Петр об этом более подробно пишет в своих посланиях. Огненного крещения не пугайтесь. Как приключение для вас странного. Как приключение для вас странного, что это странное приключение. Потому что это крещение испытаниями. Мы проходим определенную закалку, переплавку. Что написано в притчах? Золото огнем очищено, семикратно. Оно становится чистым, как стекло. Ну, вы знаете, вот интересно, что в послании к Ефесянам, в 4 главе, в послании к Ефесянам, в 4 главе, написано, что один Господь, один Бог, одна вера, и одно крещение. Послание к Ефесянам, апостол Павел утверждает о том, что крещение всего одно. Это примерно такая же истина о единобожии. Мы верим в трех Богов. Ну, на самом деле, Бог один. Можете это объяснить? Ну, это как в математике. Один плюс один плюс один будет три. Ну, если один умножить на один, и умножить на один, будет один. Есть определенные духовные законы, которые выше понимания. И сегодня я буду говорить только об одном крещении. Мы должны понимать о том, что все эти крещения, водное крещение, крещение Духом Святым, огненное крещение, крещение испытаниями, они для чего-то одного предназначены. И мы должны разбереть, что все эти крещения созданы через испытания, через воду, все созданы за одно. Для чего они созданы? Они созданы для того, чтобы нас крестить, то есть погрузить. Слово крещение, еще раз повторю, баптизу, греческое слово. Это погружение. Это когда ты полностью погружен. И сегодня я проповедую о крещении во что-то более важное. Еще более точно, в кого-то. Давайте мы прочитаем следующий стих. И он написан во втором послании к Оринфинам. Второе послание к Оринфинам. Второе послание к Оринфинам. 13 глава. 11 стих и 13. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайте, утешайтесь. Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. 13 стих очень важный. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. И вот опять перечисляются три очень важных аспекта. Давайте мы запомним. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Вот я сегодня про это крещение. Сегодня про крещение в погружение в благодать Господа Иисуса Христа погружение в любовь Бога Отца и погружение в общение Святого Духа. И все это одно крещение на самом деле. Это крещение в любовь Отца. И это сама цель. Цель Евангелия. Цель увещания, апостол Павел пишет. Любовь от чистого сердца. Давайте мы откроем следующее место. Книга Деяния Святых Апостолов. Девятнадцатая глава. Девятнадцатая глава. С первого стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, апостол Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой? Они даже не слыхали про Святого Духа. Представляете? Хотя уже пятидесятница пришла. Сила пришла. Что они дальше говорят? Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Четвертый стих. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Смотрите, эти люди были просто крещены водным крещением в крещение покаяния. Они просто покаялись. Но это всего лишь была подготовка. Но мало покаяться. И мало перестать просто делать каких-то страшных грехов, которые мы раньше в мире делали. Нужно в кого-то креститься. И апостол Павел начинает им говорить про крещение Духом Святым. И они, приняв эту весть, сразу соглашаются. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Смотрите, еще один библейский факт. Это библейские факты. В Евангелии от Матфея в последней главе Иисус Христос, Господь наш, заповедует нам. Это такая, знаете, главная заповедь Нового Завета. Идите до края земли и научите все народы, все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вы удивитесь. В книге Деяний вы увидите много крещений, когда апостолы крестили многих людей. На самом деле десятки тысяч. Да, десятки тысяч. И ни разу они не крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ни разу. По крайней мере, ни разу это не описано. Внимательно прочитайте еще раз книгу Деяний. И увидите, что когда апостолы каждый раз крестили, они крестили только в одно имя. Они крестили людей во имя Господа Иисуса Христа. Запомните этот факт? Он очень важен. Почему так? Потому что и у Отца, и у Сына, и у Духа Святого на этой земле есть только одно имя, которым нам надлежит спастись. это имя Иисус Христос. Ишуа Машех. Нету больше другого имени. Никакой ни Иегова Шадай, Шалом, Иегова Ири. для нас христиан есть только одно имя, которым нам надлежит войти в Царство Небесное. И на самом деле крещение это это крещение в личность. В личность Иисуса Христа. Вы знаете, как преображается молодая девушка, когда она ознакомится со своим будущим мужем, вот поздравьте нашу дочь Аню. Она вышла замуж. Я заметил в ней перемены. По мере того, как она общалась со своим будущим мужем, я заметил, что у нее даже голос стал меняться. То есть она начала постепенно преображаться. Понимаете, о чем я? Когда мы с кем-то долго общаемся, мы начинаем преображаться в соответствие с Его характером. С Его душой. С Его духом. Чем больше мы общаемся с Иисусом Христом, тем больше мы преобразаемся в Его славу. в Его славный образ. Он пришел для того, чтобы нас преобразить. Это главная мысль. Иисус пришел на землю не для того, чтобы мы научились свечки ставить в церквях, или как-то складывать специально пальцы для того, чтобы креститься. Он пришел для того, чтобы изменить наш характер. преобразить нас в соответствии с самим собой. Умертвить нашу Адамову природу. Напишет, рожденный от Бога он умер для греха. Рожденный свыше не может грешить. Об этом вы можете подробно прочитать в первом послании от Иоаннах в первой же главе. Рожденный от Бога не грешит, хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Еще раз повторю эту короткую мысль о том, что верующий человек может согрешить, но он не призван находиться во власти греха. Систематический грех верующего человека говорит о том, что человек этот находится в рабстве. В рабстве греха. Об этом говорит сам Господь Иисус Христос. Его слова «Если ты делаешь грех, ты раб греха». Ты не мой раб. Ты не можешь делать дела Господни, если ты параллельно делаешь какие-то систематические грехи. Скажи аминь. Потому что это истина, это правда. Твоя истина, твоя правда. Так, я проговорил уже про Иоанново крещение, крещение в покаянии, водное крещение. Я проговорил про крещение Духом Святым. Мы идем дальше. Давайте мы откроем послание к римлянам. И мы идем уже к концу. Потому что сегодня у нас трапеза Господня. Послание к римлянам, пятая глава с двадцатого стиха. Закон же пришел после и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Така, чтото както грехът бе царувал и докарал смертът, така да царува благодатта через правдата и да докарам вечен живот через Иисуса Христа нашим Господом. Что значит воцарилась? Какво значит да царувам? Воцарилась, это значит праведность. Иисус Христа в нас должна царствовать. Царува, значит праведность на Господ треба да има власть в нас. Владычествовать, еще одно хорошее слово. Да владычествовать. Пусть владычествовать в умах ваших любовь к Христову. Да има власть во внаши умове любовь-то на Иисус. Владычествовать или царствовать, это буквально означает, что праведность Иисус Христа во мне, она просто тотально правит, тотально царствует в моей жизни. Това означало чуття царува или има власть тотално во власть в мой живот. И вы знаете, мы живем в такое время, когда преступление умножилось. Но параллельно благодать стала преизобиловать. Мы уже прочитали «Благодать Иисуса Христа». Благодать Иисуса Христа сейчас в наше время преизобилует. Ее сейчас очень много. Мы, христиане, сейчас призваны идти не по пути умножающегося преступления. Мы идем по пути преизобилующей благодати. Аминь или не аминь? Она должна вот так изливаться через меня, изливаться. Через глаза, через уши, через рот, через руки, через ноги, через все. Просто изливаться. И покрывать все вокруг. Мы призваны излучать приятное благоухание. Которое является смертоносным для врага. Аминь или не аминь? Аллилуйя. Последнее место, которое я сегодня хочу открыть. Это второе послание Петра. Колоссальное послание. Просто невероятное. Вот сам Петр, он был малограмотным человеком. У него был личный писарь. Это Евангелист Марк. Евангелие от Марка написано со слов апостола Петра. Послание Петра написано рукой Марка. А посланието на Петра написано от руката на Марка. Поэтому он пишет Марк. И за това Марк пише. Симон Петр, раб и апостол Иисус Христа, принявши с нами, то есть с нами, с Марком и темы, которые сопутствовали Петру, равна драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Благодать вам и мир да изубил его в познании Бога и Христа Иисуса нашего Господа. Вот спросите у себя, вот как нам погрузиться в благодать Христову? Как нам погрузиться в любовь Отца? Как нам погрузиться в общение Святого Духа? Апостол Петр дает ответ, очень четкий. Благодать и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Чем больше ты будешь познавать Иисуса Христа, тем больше ты будешь познавать Бога и тем больше ты будешь креститься в Его благодать в Божию любовь и общение Святого Духа. Так и с влюбленными. И с влюбленными много проводят время вместе. Их любовь она начинает буквально переливаться. Но если их любовь начинает медленно, незаметно затухать, и общение уменьшается, они перестают сеять вот в эту благодатную почву. Вот их взаимоотношения, вот эти благодатные, они начинают потихонечку рассеиваться. Давайте мы дочитаем. Третий стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью. Смотрите, это он рыбак нам пишет. Какие выражения поэтические. Я верю в то, что это приходило ему в Духе Святом. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дабы вы через них саделались причастниками божественного естества. Причастниками божественного естества. То есть буквально стали частью самого Бога. Иисус для этого пришел. Удалившись от господствующего в мире растления похоти. Что в мире господствует? Что в мире царствует? Что в мире владычествует? Растление похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что царствует у христиан? Благодать Христова. Пятый стих. Пятый стих. То вы, прилагая к сему все старания, апостол Петр пишет на самом деле, что нам надо делать. Апостол Петр не пишет, как вот рявода направим. То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то есть знак умножения. Смотрите, мы сегодня несколько раз прочитали это слово. Умножается, умножится. Мы призваны к тому, чтобы в нас благодать, она умножалась. То вы не останетесь без успеха. Я не останусь без успеха. Бог обещал мне жизнь с изобилием. Что успех мой будет каким? Очевидным. Но это вытекает из того, что благодать во мне умножается постоянно. То вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза. Сам закрыл глаза. Забыл об очищении прежних грехов своих. Забыл об очищении своих прежних грехов. Представляете, нам кажется о том, что, ну, Бог нас простил, че их очищать-то? Представите, мне, с мыслям, че Бог вече простил, за какого треба да ги... Ну, вы знаете, принцип сосуда заключается в том, что, если через сосуд постоянно не льется какая-то чистая жидкость... Принцип от на един сад, че окониминава постоянно пред негу някакова течность... И вот вы его просто отставили. И не просто гислагами някори в стране. И он полупустой. И он уже, через сутки, он уже начинает покрываться пылью. Вода становится застойной. Затклой. И через 2-3 дня вы не сможете оттуда даже выпить. Воды, которая когда-то была чистой. Мы признаны к тому, чтобы благодать через нас постоянно лилась. Чтобы она там не стояла. Как во время карантина, да? Все по домам сидят и боятся выйти. Десятый стих. Спасибо, братья. Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнётесь. Затова, братья, още повече залягайте, да уягчите ваше звание и избор. Това, като вършите, никуда няма да погрешите. И 11 стих просто потрясающе. И 11 стих невероятен. Апостол Пётр обещает. Апостол Пётр обещава. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Защото той ще ви седаде свободен вход в вечното Царство на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы хотите, чтобы для вас Царство Божие было открытым? Чтобы не только вы туда входили, но чтобы вы туда ещё кого-то вводили. Делайте всё то, что апостол Пётр нам заповедал, завещал. Вы знаете, третий стих я ещё раз повторю. Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, через которую мы соделались причастникам Божества и Сества, я хотел бы сегодня поделиться такой мыслью. Повторяю, третий стих. Понеже Божественна Негова сила не подарила всичку потребность за живот и благочестие, через познавание Оногова, който не призвал со своёта слава и совершенство. Сегодня... Через който несодарувание твърди големи и драгоценные обещания. Мы стоим между двумя потоками. Один поток, он с большой скоростью просто проносится туда, прямо вниз, прямо в ад. Это умножающийся беззаконие. Умножающийся грех. В геометрической прогрессии умножающийся безумие. Люди становятся безумными, реально. И это происходит сейчас у нас на глазах. И второй поток, он идёт прямо в небо. При изобилующая благодать. В познании нашего Господа Иисус Христа. И сегодня нам надо чётко определиться, в каком потоке двигаться. И сегодня нам надо определить, в какой поток с намира. Потому что третьего не дано. Или там, или там. Свято место пусто не бывает. Если ты не захочешь быть в Божьем потоке, автоматически тебя снесёт в дьявольский поток. И ты автоматически идёшь в дьявольский поток. И вы знаете, на самом деле это печально о том, что как мало сегодня люди ходят в церковь Христову, в Божий дом. Нет желания. Такое тотальное равнодушие сейчас распространяется по всему лику земли. Сега има тотално равнодушие с целия свят. Церковь это, вы знаете, вот. Я тоже против мёртвой религии. Против таких формальных собраний, когда как в комсомоле собрались, там есть так точно. Прочитали там, вот так всё формально отчитались. Разошлись. Също съм против мёртвата вера, религия, когато просто се собираме за... Имаме формални собрания. Я думаю, что мы все вместе за живую церковь, правда? Бурлящи. Всички сме за живата церковь. Знаете, с одной стороны, вот... Сегодня, конечно, я так как бы очень тонко пройдусь. И от една страна, днес аз малко ще мина по тем людям, которые перестали ходить в церковь. Придёт время. Ще дойде время. И если эти люди, не дай Бог, конечно, и ако унези хора, не дай Боже, пойдут в ад, они уже больше никогда не смогут прийти в церковь. Тепо ученикова няма да могат да утидат на церковь. Даже если очень сильно захотят. Даже ако много поискат. Может быть, для кого-то это послужит утешением. О, придёт время, я вообще не буду ходить в церковь. В аду. Потому что в аду в церкви церкви не будет. В аду уже не будет возможности собраться или просто спеть, прославить Господа. Об этом даже мысли не будет. Вы помните эту притчу о богаче? Который целую жизнь прожил беспечно. Попал в ад. И тут вспомнил о том, что есть Бог. Поднял свои глаза к небу. Из ада. И увидел там отца Авраама. И начинает к нему вопиять. Отче Аврааме, умилосердись надо мной. Пошли раба своего Лазаря, чтобы он хотя бы обмочил перс, чтобы просто обмочил губы мои. И спрати своя раб Лазаря, да си намокри пръста. Но я не буду сегодня подробно об этом. Днес няма да говоря подробно за това. Я просто о том, что возможности сходить в церковь уже в аду не предоставятся никому. И, к сожалению, у Бога уже больше не будет шанса спасти эту душу. Но сегодня я больше о хорошем. Там на небесах будет постоянное собрание. Постоянное собрание верующих. Потому что церковь это не здание. Церковь это мы. Аминь или не аминь? Церковь это собранные из среды, из мира. Когда-то косые, когда-то хромые, когда-то глухие, когда-то слепые. И там на небесах мы будем непрестанно славить Господа. Постоянное желание собираться. Постоянное желание быть в общении Святого Духа. Благодать будет преизобиловать. И мы будем постоянно погружены в любовь нашего небесного Папы. И возможность выйти из этой церкви уже не будет тоже. Каждодневное собрание. Как в Первой апостольской церкви. В церкви первых апостолов была жажда. Мы можем прочитать про них. Что они каждый день собирались вместе. Аминь или не аминь? Имели все общее. Одна семья. Жили в простоте. И любви у Бога и у всего народа. И вов любовь на Бога и цели народа. На всех было написано одна душа. И на всякие едино было писано чисто одна душа. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот такая церковь должна быть. Такая церковь от Ряудоима. По крайней мере точно она там на небесах такая. Сто процента там на небесах и такая церковь. Там нет даже мысли о том, что я сегодня что-то не очень хочется, плохо себя чувствую, да, наверное, в церковь сегодня не пойду. Там мы постоянно будем в церкви. Спать мы там уже не будем. Потому что ночи там уже не будет. Иисус Христос там будет нам вместо солнца. Это все очень подробно описано. Я не знаю, тебя это радует? Я думаю, что мы призваны к тому, что нас эти вещи должны радовать. Потому что если нас церковь не радует, то мы что-то перепутали. Или церковь что-то перепутали, да. Или церковь какая-то не такая у нас сейчас. Но я верю в то, что когда есть первая любовь, я вспоминаю, когда мы только уверовали, мы реально бежали в церковь. Независимо от погоды. Зимой, по таким сугробам, с маленькими детками на санках. Танечка на санках тогда ездила. Она хорошо, хорошо. У нас была страшная жажда, страшная жажда. Пообщение. Это было сверхъестественно. Но никто нам этого не внушал. Просто благодать она преизобиловала в нас. Я подвожу итог. Сегодня я про крещение в любовь Отца. Это цель любого крещения. Это крещение в воде. Это цель крещения Духом Святым. Это цель крещения в огне. Чтобы в конечном итоге мы погрузились, буквально погрузились в любовь Отца. Для этого пришел Иисус Христос. Для этого нам дано общение Святого Духа. И вы знаете, есть очень большая разница. Когда люди просто собираются и общаются, или когда Дух Святой нас собирает, и происходит общение во Святом Духе. Кто знает разницу? Огромная, колоссальная разница. Мы не можем радоваться. Присутствие, сильное, мощное Божие присутствие. Хочется прославлять Бога. Хочется бесконечно рассказывать о чудных делах. Искаме бескрайно да рассказываем за Неговите дела. Я хочу сказать, чем больше ты погружаешься в Бога, тем больше ты погружаешься в любовь Отца, тем больше призабилует в твоей жизни благодать Христова. Чем больше хочется сделать для Него, тем больше раскрывается ресурсов. И вы знаете, сегодня коротко, немножко опять же, я уже заканчиваю. Мое видение я опять же поделюсь. Если мы на территории нашей будущей церкви, создадим одну такую нишу, куда мы можем помещать людей. Я говорил о том, что это может быть ребенок с детским церебральным параличом. Это может быть человек, страдающий эпилепсией. Это может быть человек, страдающий каким-либо психическим заболеванием. Например, аутизм. И мы будем погружать этого человека через общение Святого Духа, через призабилущую благодать Христову. Будем погружать этого ребенка или человека, взрослого уже, в любовь к Бога Отца. Я хочу сказать вам простую вещь. Любой человек исцелится. Через какое-то время. Если я видел это в Китае, то в Церкви Божия это сто крат. Почему я так утверждаю или так уверен? Потому что когда мы погружаем человека в любовь к Христову, когда человек открывается перед Богом, его Божьим Царствием, он входит в то измерение, где нет болезни, где нет смерти, где нет старости, и где нет печали. Скажи, пожалуйста, на это аминь. Потому что это правда. И это наша задача. Задача живой Церкви погружать людей, просто топить их там. Просто брать вот так и топить их. В любовь к Бога Отца. Слава нашему Господу. Давайте мы коротко помолимся. Господь сделай нас такими учениками, которые потопят очень многих. В любовь к Небесному Отцу. Просто потопят в общение Святого Духа. Потому что у нас есть преизобивающая благодать. Умножающаяся благодать Христова. Мы призваны идти до края Земли. Для того, чтобы идти и погружать целые народы, целые нации в любовь Отца. И Ты для этого нас уже снарядил. И Ты для этого нас обеспечил. И мы имеем все оружие Божие. То, что описано в посланнике Ефесяна в пятой главе. В шестой главе. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты даешь ясную картину того, какой должна быть живая Церковь. Живая Церковь Иисуса Христа. Жизнь, в которой преизобилует. Жизнь с избытком. И успех, который будет очевиден. Я просто пророчествую, провозглашаю, что здесь, в этом зале, или там, за экраном, все те люди, которые смотрят нас, которые слышат нас, Бог призывает вас в свое служение. В служение Иисуса Христа. Для того, чтобы спасать погибшие души в это последнее безумное время. Осталось совсем немного времени. Нет времени для того, чтобы мечтать о себе. Нет времени для того, чтобы мечтать о себе. Бог желает через тебя спасать людей. И для Него это приоритет. Для Него это самое главное. Просто позволю Ему это сделать через тебя. Во имя Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет на это. Аминь. Слава нашему Господу. Спасибо большое за внимание. Мы будем плавно переходить к трапезе Господней. Проверянусь. Спасибо. Продолжение следует...